Как сообщает журнал New Observer, правительство Германии постепенно обнаруживает, что сотни тысяч беженцев не прибыли из зоны военных действий, а присоединились к волне беженцев, чтобы незаметно обойти визовое подписание, избежать судимости или повысить свой уровень жизни за счет социальных систем европейских государств. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. С нами на связи наш европейский корреспондент Юдит Вейтсман. Здравствуйте. Здравствуйте. Юдит, это действительно новость для немецкого и других европейских руководств или еще один факт, который придерживали, как и во многом, что связано с информацией о беженцах? Вторая иммиграция и их потомки, то есть уже два поколения таких, ну можно сказать, коренных радикалов, живущих в Европе, которые якобы называются беженцами или иммигрантами, как хотите назовите. Но на самом деле это люди, которые, и мусульмане, которые приехали сюда из Сирии, из Пакистана, из Северной Африки и из Марокко также. То есть от всех этих точек, из которых сегодня прибывает эта огромная масса, они подготовили очень тщательно, внедрились в местные как бы структуры. И сегодня они уже являются теми, кто решает, принимает решения, влияет на правительство, влияет на многие местные власти, на местное управление. Соответственно, вся политика, она очень быстро меняется. Давайте не будем забывать, все-таки существует какой-то гуманитарный кризис в Сирии. Правильно, существуют какие-то территории, в основном, конечно, тут в нашем непосредственном соседстве, где действительно есть война, действительно есть миллионы пострадавших, действительно есть беженцы и так далее. Мы говорим о том, что к ним как бы присоединяется большая волна людей из других стран, которые стараются улучшить свой уровень жизни. Правильно я вас понимаю? Если мы сегодня отправимся вот буквально нескольких сотен километров от меня в Падеккале, на северную границу Франции, где расположен один из самых больших лагерей веженцев по Франции, и начнем просто спрашивать, откуда вы приехали, то мы услышим, что люди приехали совершенно не из Сирии. То есть вы считаете, что это организованный какой-то исход? Разумеется, все это очень тщательно спланированная акция. И говорится о том, что действительно возможно, и даже, скорее всего, так оно и есть, что среди всей общей массы этого миллионного потока, конечно же, есть и просто мусульманское население, которое заодно идет. Но, скажем, не о нем думают те, кто организовывает эту акцию. Игорь, насколько, по-вашему, реальна сейчас интеграция всех вот этих волн беженцев и вообще какое будущее ждет Европу? Ну и судя по тому, что происходит там сегодня, у европейского руководства нет никаких каких-то конкретных программ, которые могли бы быть реализованы в плане интеграции этих беженцев. И беженцы эти, надо понимать, что они не просто приехали действительно, давайте мы у вас поживем. Они приехали с определенной целью. Ислам завоевывает мир. Они начали с Европы. Это плацдар. Давайте не забывать, что все-таки есть какое-то очень большое количество людей, которые действительно убегают от реальной угрозы, которые действительно хотят улучшить свою жизнь. То есть не будем как-то обобщать слишком сильно. Нет. Разумеется, есть беженцы. Но эти беженцы были просто использованы цинично вот этими организаторами этой волны. И процент этих беженцев из действительно стран, где идет война, есть угроза жизни для них, он не настолько высок, насколько нам пытаются это представить. Юдит, давайте чуть-чуть перейдем на другую, как бы повернем чуть-чуть эту тему в другое русло. Все чаще и чаще. Мы читаем, что по последнему опросу количество антисемитских инцидентов во Франции выросло в последние два года на более чем 100%. Это включает такие многочисленные акты физического насилия в отношении представителей еврейской общины, нападения на людей, поджоги синагог. Какова реакция лидеров еврейских общин, еврейского населения? Еврейские лидеры, и в первую очередь все лидеры общин, конечно же, предупреждают и посылают сообщения. Члены своих общин очень беспокоены о том, что происходит, и предупреждают быть бдительными, не устраивать каких-то открытых мероприятий. Куда уж более бдительны? В Европе почти все синагоги, все детские сады окружены стенами, охранниками, оружием и так далее. Куда уж более бдительными можно быть? Да, они охраняются полицией, но тем не менее все равно еврейские общины продолжают праздновать свои праздники и какие-то традиции исполнять продолжают. И, соответственно, жизнь не останавливается, но их предупреждают о том, что все это делать нужно очень аккуратно. Потому что действительно на сегодня есть уже очень много зон шариата, во-первых, в Европе. Мы знаем, что уже в Великобритании, Бельгии, Швеции, Германии, Франции есть зоны, куда даже полиция не заходит. Чтобы туда зайти полиция, ей нужно обратиться в местные власти. Местные власти тоже не знают, как решать эти проблемы. Зоны шариата сегодня это такие растущие большие гетто, которые никак не контролируются местными властями. Европейское правительство, особенно после того, как они осознали, наконец, какая угроза над ними нависла, хочет оказывать, естественно, свою расположенность к Израилю, свое почтение. Это было тогда, когда Бениамин Натаньянов встречался с министрами Ирландии, Норвегии, Великобритании, послом США в ООН. Это был один большой тур, когда они все просили помочь им в борьбе против антисемитизма, потому как только в Израиле мы имеем эти технологии. Против терроризма вы имеете в виду? Вы имеете в виду против терроризма? На самом деле, сегодняшний терроризм, сегодняшний антисемитизм, извините, это антиизраилизм, и поэтому все акции, они в принципе настроены против Израиля, и как бы внутреннее течение, что толкает на террор, это действительно в первую очередь антиизраильские акции. Игорь, то есть нас понимают, но от этого они любят больше? — Дело в том, что антисемитизм, он иррационален и непонятен прежде всего самим антисемитам, почему они антисемиты, а во вторую очередь он непонятен евреям, почему их не любят. Все объяснения, которые существуют до сих пор, они ведь не выдерживают никакой критики. То есть все логические объяснения, которые были даны до сегодняшнего дня антисемитизму, они, если бы они были логическими действительно, могли бы как-то нивелироваться. Мы видим, что он не нивелируется, а только развивается. — То есть сегодня существуют разные теории о том, как просто антисемитизм, старый антисемитизм, антисемитизм, извините, находит для себя какой-то новый объект, это коллективного еврея государства Израиль, как Леон Поляков писал о том, что вот Израиль это как бы как еврей среди народов. — Да, Израиль среди стран, как евреи среди остальных народов. У этого есть свое объяснение, есть процесс определенный, в этом процессе есть участники. Одни более активны, другие менее активны. Те, которые менее активны, скажем, по отношению к антисемитизму, они проявляют благоприятное отношение к евреям. Те, которые более активны по своей природе, скажем так, они никаких сантиментов к евреям не испытывают и строят печи. И сегодняшние их последователи, мы видим, что они и призывают тому, что давайте решим проблему, все-таки раз и навсегда, когда-нибудь это надо сделать окончательно. — То есть вы считаете, что Европа опять решит свои проблемы уничтожением еврейства? — Нет, она не решит никаких своих проблем. Но им кажется, что они, обвинив евреев во всех грехах, как это они делали раньше, им станет немножко легче. — Юдит, вы как такой, можно сказать, самый тяжелый случай, еврей и израильтянин, живущий во Франции. Как вот вы себя чувствуете? Вы растите детей, они ходят, насколько я понимаю, в государственные детские сады, в школы. Как вы воспринимаете вот это отношение? Есть какое-то изменение объективное или субъективное отношение? — Однозначно. То есть это повсюду, это у всех большой вопрос, что вообще вы здесь делаете. То есть как бы всем сегодня очень ясно, особенно местному французскому населению, что евреям, а уж подавно израильтянам, делать во Франции нечего. И таким образом психологически оправдывается даже этот террор, который был против Шавлеев-Гдо или там против Гитара Кошер-Маркет. Все это на самом деле французским населением психологически оправдывается. В том, что вы знаете, что реальность такова, что здесь много мусульман, которые вас не любят. Почему вы здесь находитесь? — Игорь, давайте напоследок какой-то короткий, желательно позитивный совет европейскому еврейству. Все-таки выкаббалисты должны как-то смотреть положительно в будущее, нет? — Европейскому еврейству я бы дал совет очень простой — быть евреями. — Кто же такие евреи? Кто мы такие? — Евреи, смотрите, на еврей это иуди. Иуди от слова «ихуд» — единство. То есть чувство внутренней близости, оно изначально было присуще нашему народу. Вот Юдит говорил о том, что сегодня существует призыв к евреям действовать сообща. Вот может быть ради этого сообща и были вызваны туда мигранты, для того, чтобы евреи все-таки вспомнили о том, что внутренняя связь — это дорогое и единственное наше достояние, по сути, и им нужно воспользоваться. Это то, что сегодня необходимо и всегда было необходимо, в общем-то. — То есть евреи всех стран объединяйтесь. Юдит, вы согласны с этим? — Евреи объединят все страны, я вам скажу. — Я полностью согласна. Более того, я скажу, раз уж евреи действительно оказались в диаспоре, это, видимо, тоже неспроста. У нас есть метод, раз мы дали столько гений в человечеству, мы должны показать этому человечеству, как не убить себя, а как возродить себя. У нас есть эта методика. — Аминь, спасибо большое, Юдит. — Да, спасибо вам тоже, спасибо всем. — Спасибо, Игорь. До новых встреч! — Субтитры подогнал «Симон»!